И первыми прикоснуться к факелам Олимпийской и Паралимпийской эстафет, доверенным прославленным чемпионом, послам Сочи-2014. Для презентации факела Олимпийского огня я приглашаю на сцену посла Игорь в Сочи, Татьяну Навка и Илью Авермуха. Пожалуйста, поддержим их аплодисментами. Подождем. А что, Наташа? Ты готова? Может, надо как на Новый год? Снегурочка! Татьяна Навка! Мы, наверное, тоже долго ждали начала нашего эфира, поэтому задерживаются. Давайте попробуем пригласить для презентации факела Паралимпийского огня замечательных послов Олесю Владыкину и Наталью Водянову. Привет, Танюш. Мы вас так ждали? Привет, Илюша. Привет, Илюша. Ну, зима, ветер свистит. Вы прекрасно выглядите. Да, но тем не менее, мы приглашаем Олесю Владыкину и Наталью Водянову. Мы всех сегодня два раза зовем. Позовите, пожалуйста, наших замечательных послов. Олеся, сюда. Наташа, мы так рады вас видеть. Пожалуйста, вы тоже смотрите себя. Ну что, давайте поближе встанем, потому что сейчас будет самый интересный момент. Волонтера попросим чуть-чуть отойти, не загораживать факелы. Итак, коллеги, сюда, сюда, сюда. Волонтер отходит туда. Потому что вы загораживаете факел, отойдите в стороночку, еще ниже спуститесь на ступенечку. Послы ко мне, поближе, 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 поближе. Исторический кадр. Сейчас, ну что, открываем еще поближе. Открываем факелы. Вот что значит лучше один раз увидеть, чем сто и, может быть, даже больше раз услышать. Коллеги, у меня тогда такое предложение. Я сейчас буду давать факел в руки наших прославленных послов. Ваши руки должны привыкать к факелу. А также будем... Он легкий, не притворяйтесь. Давать вам микрофон. И Татьяна, держа в руках, и факел. Надо правильно, научитесь правильно держать факел. Да, вот так. Да, он сбалансирован, у него специальный центр тяжести. И поделитесь своими впечатлениями в микрофон, продолжая держать в руках факел. Ну что вам? Здравствуйте, во-первых. Мне очень приятно, что мне предоставлена такая честь. Можно сказать, первый взять сегодня этот факел в руки. Он, как вы видите, символизирует символ, визуальный символ Сочи-2014, лоскутного одеяла. Вот. Мне кажется, очень красивый, красный, с серебристым таким отливом. Надеюсь, что... Довольно-таки тяжелый. И надеюсь, что этот факел принесет нам удачу в Сочи. И я с огромным удовольствием передаю его Илье Авербуху. Прекрасно, прекрасно. Ну, поскольку Илья у нас более спортивный человек, факел у нас не тяжелее, чем был в Ванкувере, с тем, что вы бегали раньше. Поэтому поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста, со зрителями, журналистами. Ну, я, как и вы, также вот не видел факел до того момента, пока он развернулся. И сейчас нахожусь под впечатлением. Во-первых, конечно, это очень приятно, держать его в руках. Во-вторых, для меня он лично очень легкий, я могу его поднимать неоднократно. В-третьих, мне кажется, что он символизирует как раз то, что мы хотели, показать Россию страной современной, инновационной. И в нем есть такое стремление вверх, вот то, что я вижу сразу, стремление к победе, стремление показать Россию, опять же, инновационной и современной страной. И мне кажется, что здесь очень хорошее сочетание, с одной стороны, такого металла, с другой стороны, красного огня. И когда, конечно, он еще загорится, это будет действительно настоящим праздником. И также присоединяюсь к словам Татьяны. Очень надеюсь, что эстафета Олимпийского огня, зажжение Олимпийского огня и Олимпиады в Сочи станет для нас самой-самой успешной. Отлично. Вы пока продолжайте держать этот факел. Можете с микрофоном даже постоять. Мы переходим к Паралимпиаду.